ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Как закончил Арсенал в Владивостоке, учитывая, что за час до начала нашего поединка они уже сыграли в ничейку? — Ну да, было известно. Я не могу сказать за всех, но я знал, как закончил. — Каким-то образом это на твое настроение повлияло, добавило ли уверенности? То есть вы с ребятами этот результат не обсуждали перед игрой? — Ну нет, не обсуждали. Просто кто-то следит, кто-то не следит перед игрой. Я смотрел, следил, как играл Арсенал. Понятно, что что-то внутри добавилось, потому что появился шанс вернуться на второе место. Наверное, это помогло. — Вообще перед игрой достаточно обоснованно, на мой взгляд, много критики на команду было вылета. И со стороны журналистов, со стороны болельщиков. Футболисты это как-то чувствовали? И каким-то образом это влияло на ваш настрой перед матчем с Ениси? — Ну, критика, я не думаю, что она сильно объективна. Только она из-за результата. А по игре... — Результат в футболе, наверное, все-таки самое главное. — Я согласен, да. Как Сергей Кузнецов, по-моему, сказал в интервью, что мы, в принципе, по игре никому не уступили во всех матчах, где мы потеряли очки. — Можно по игре превосходить соперников, но, тем не менее, не выйти в премьер-лигу. И кто будет там потом вспоминать об этой игре? — Да, но эту критику мы воспринимали с позитивной стороны, что, наверное, да, есть за что, все по делу. То, что самого главного, как ты сказал, что результата и не было. Но, наверное, как-то это все равно тоже повлияло, как-то что-то внутри встряхнуло нас, может быть. И тем более перед домашней игрой. — Но это не какая-то обида. Вот они там, знатоки, собрались, непонятно что говорят, в футболе ничего не понимают. — Ну, то есть мы все равно все профессионалы, и если каждый будет обижаться на что-то, на какие-то слова со стороны, то ни к чему хорошему это не приведет. — Абсолютно с тобой согласен. Перейдем непосредственно к матчу. Забили, ну, достаточно быстрый гол, 19-ая минута, и вообще преимущество наше было безоговорочным, особенно вот в первой половине первого тайма. И казалось, вот, ну, Енисей несколько растерялся, их бы добить бы в первом тайме, но вот после забитого гола немножечко натиск наш ослаб. — Да, ну, не сказал бы я, что натиск ослаб, может, они уже просто сильно прижались и уже просто отбивались. Если до гола они как-то старались еще выбегать в атаку, то после гола, может быть, то, что они не понимали, что происходит, и уже просто всей командой встали его за своих ворот, и как бы тяжелее, еще тяжелее стало скрывать. Но я бы не сказал бы, что мы ослабили свой. — Забей второй гол, тем более момент, в общем, был неплохой, когда Пугин и Санай вышли, в общем, к воротам, и тогда, может быть, уже бы поспокойнее было во втором тайме? — Я думаю, если бы мы забили второй гол, то уже, в принципе, результат, ну, то, что мы выиграли бы, вопросов бы уже не возникал, а возникал только счет. — Однако в начале второго тайма интрига в этот матч вернулась, мы пропустили контратаку и пропустили вот этот гол. После этого многим показалось, что команда растерялась, я имею в виду наши. — Ну, я думаю, да, был такой момент, где-то после гола, может, 5-10 минут мы, наверное, в каком-то легком шоковом состоянии находились, потому что вся вроде игра была в наших руках, ни одного момента мы сопернику в первом тайме создать не дали. — Ну да, не считая ударов со штрафного, в общем, да. — А тут первая атака, грубо говоря, и сразу же пропустили, тем более в начале тайма. Потом, ну, более-менее постарались прийти в себя, и получилось забить, и там уже мы, как бы, уже берегли этот результат, поэтому, наверное, во втором тайме игра не была так, как в первом. — Жень, ты, в общем, действовал на линии фланговой, атакующей, которая требует достаточно большого объема работы, и многим показалось, что во второй половине второго тайма тебе уже, в общем, ну, достаточно тяжело дается. Действительно подустал? — Ну да, подустал, как бы устало все равно накопилось, и в связи с тем, что матч уже несколько сыгран, что чемпионат уже идет, и, да, на позиции крайнего полузащитника, конечно, надо очень много, как бы, бегать. Вот, ну, просто, как бы, постарались выложиться больше в атаке, то есть постоянно напрягать, постоянно двигаться, меняться флангами, что там с Лешей Пугиным делали. Может, поэтому, да, в конце уже силы не хватило. — Болельщики тебя назвали лучшим по итогам, я имею в виду пользователя официального сайта нашего клуба, лучшим в этом поединке, хотя, если верить статистическим данным, статистическим выкладкам, который предоставляет нам специально обученная контора, да, по уровню эффективности ты был не лучшим. Ты уступил, ну, кстати, если кому интересно, лучшим именно по этим статистическим показателям в нашем составе был Павел Голышев. Ты сам как оцениваешь свою игру? Насколько ты доволен? Ну, а если недоволен, если, ну, часто футболисты не любят говорить о том, чем они довольны, ну, во всяком случае, может быть, чем-то недоволен, об этом-то не будешь стесняться говорить? — Ну, да, были моменты, которыми недоволен, где просто так терял мяч, где можно было сыграть по-другому, но просто, что же сила усталости понимал неправильное решение, где можно было эффективнее сыграть для команды. Такие вот моменты были. А то, что лучше меня признали, мне приятно, конечно, но я сам тоже не считаю то, что, как бы, я лучший игрок матча, но я думаю, что у нас вся команда сыграла хорошо, и выделять кого-то из этой игры не стоит. — Возвращаясь к вот этой самой статистике, ты пробежал порядка 11 километров за Батайма. Это вот объясни нам, людям, несведущим, насколько это нормально, много, хорошо для фангового полузащитника. — Ну, я не знаю, сколько сейчас нормально, сколько хорошо, сколько плохо. — Ну, если устал, значит, нормально. — Ну, я думаю, да. — Ну, а сейчас мы перейдем к тем вопросам, которые прислали болельщики на нашем официальном сайте. Кстати, сразу же хочу предупредить вас, уважаемые вы наши, дело в том, что на многие те вопросы, которые вы нам сейчас прислали, Евгений уже ответил в недавнем интервью, которое мы записывали на Кипре, и вы его можете легко найти на официальном сайте нашей команды. — Ну, а вот теперь те самые вопросы, на которые все-таки сейчас тебе, Евгений, ответить придется. Чем связана неуверенная игра нашей команды весной? Ну, в общем, вот. — Ну, я не знаю, я не могу ответить за всех, за всю команду, за каждого игрока. Могу сказать, что, наверное, потому что сразу в первой игре не получилось добыть результат с командой, которая занимает последнее место. Пошла, наверное, какая-то легкая нотка неуверенности. — Да. Во второй игре с «Газовиком» мы имели преимущество. Первые 30 минут должны были забивать. — В том числе и у тебя был хороший момент, удары издали. — Да, я думаю, должны были выигрывать ту игру, исходя из, ну, по ходу матча. Но тоже, опять же, пропустили нелепо голы и не смогли потом отыграться. Вот, и после таких как бы двух результатов, наверное, что-то внутри так задергались сами. То, что и Тула начала выигрывать, и начали переживать то, что и до «Машинник» должны были выигрывать в принципе, но, опять же, не получилось. — И чуть было не проиграли. — Чуть было не проиграли, да. И, видимо, что-то как-то надломилось внутри, но постарались собраться. Более-менее хорошую игру провели в Астрахани с Олгарем, и вот сейчас вы обыграли. И дай бог, чтобы все на этом, как бы наша вся плохая серия закончилась. — Жень, ну вот специального рода вопрос. Человек чувствуется, в футболе разбирается. Показалось, что иногда ты передерживаешь мяч, вместо того, чтобы сыграть в одно-два касания, и начинаешь обводить, когда можно быстро сделать прострел или подачу. Ну и далее идет перечисление всех преимуществ игры с меньшим количеством касаний, вполне аргументированных. — Ну, я уже говорил, да, чем я недоволен в игре. То, что несколько раз можно было не обыгрывать, а отдать передачу. Но это зависит, я говорил, от усталости, наверное, уже, что голова не так быстро работает, не соображает, и принимаешь неправильные решения. А так я согласен. — Будем надеяться, что ты примешь это к сведению, и в следующий раз, собственно говоря, проведешь работу над ошибками. — Обязательно. — Чаще вы практикуете дальние навесы и грузите в штрафную неглядя. Почему вы редко играете в короткий пас низом? Это же с совокупным мастерством всех игроков команды чуть ли не главное достоинство ТАМИ. Ну да, действительно, техничные, креативные ребята в нашей команде собраны. А вот, по мнению многих, мы играем примитивно. Прошли-падали. Хотя вот здесь я не совсем согласен. Твое мнение? — Ну, я считаю, что да, не всегда мы так играем. Мы тоже так же по ситуации иногда, потому что, да, соперник позволяет играть в такой футбол, накрывает постоянно и рискованно играть в такие мелкие передачи. То есть проще сыграть длинно и там уже после борьбы подобрать мяч и атаковать. Но даже в той же игре с Енисеем, например, мы не били. — Нет, я имею в виду вот эти фланговые навесы. Первый гол мы забили. — Ну да, все равно. Но тогда-то мы до фланга дошли передачами. — Да, после передачи Кузнецова Пугин вышел на фланг и сделал вот эту голевую передачу. — Вот и в первом тайме мы с Енисеем не били вперед. Мы держали мяч, катали его вторым даже, когда пропустили. — Хотя сейчас еще и поле, даже несмотря на все усилия наших работников стадиона, все-таки оно не совсем, наверное, ровное. — Ну, более-менее для этого времени года я считаю, что поле нормальное. — Ну хорошо. Как обстановка в команде, коллективный разум болельщиков все больше приходит к выводу, что дело в психологии, нежели чем в функциональном состоянии. Что творится внутри команды, как ребята настраиваются на игру, что мешает на зубах вытаскивать матчи. Вот эта вот стартовая неуверенность, как вот с ней бороться, которую мы получили в первых играх? — Ну, только сами мы, да, только выходите добиваться результата. Я думаю, что, как болельщик сказал на зубах, я думаю, что мы из Красноярска, наверное, на какой-то степени на зубах выиграли. Потому что они во втором тайме начали играть по-другому. И после гола тем более чуть-чуть нас придавили, перехватили инициативу. Но мы хоть и сумасшедшим голом, мы его забили, и потом как бы практически ничего не дали создать. В команде все сейчас хорошо, все настраиваются, все понимают, что сейчас опять мы на втором месте, и сейчас уже выпускать никак нельзя. И сейчас, я думаю, что на каждую игру будет, как на последний бой, все настраиваются. — Игроки и тренеры заходят на гостевую, читают ли комментарии болельщиков на сайте. И если ты читаешь, конкретно к тебе вопрос, как ты вот относишься к тем суждениям, оценкам, советам, которые дают болельщики? — Да, иногда я захожу, тем более после «Шинника», по-моему, снимали сюжет, где говорили, что я на гостевой, пишут, чтобы зашли, почитали. Я зашел, почитал, да, но я к этому отношусь. Если пишут нормально, адекватно и по делу, то да, но просто есть некоторые люди, которые… — Просто выплескивают негативные эмоции. — Да, это я не считаю правильным, хотя каждый человек делает то, что он сам хочет. — Тем более интернет, это пространство позволяет, ну да, в анонимном таком состоянии находиться и делать все, что ему захочется. — Да, просто как бы я всегда говорил, если вот тем, кто так пишет, то если вы настолько, как бы, я не знаю, как правильно сказать, смелый, несмелый, там, разбирающийся, ну, придите тогда в лицо, скажите, а не сидя за столом, дома за компьютером, анонимно писать, какие мы там нехорошие, кривоногие и все такое. — Кстати говоря, продолжая эту тему, после матча я знаю, что многие болельщики общаются с футболистами, там, при выходе со стадиона, вот этот вот процесс непосредственного общения, он возможен. Кто-то подходил, вот, каким-то образом, вот, высказывал свои какие-то там советы, суждения, делал замечания, претензии и так далее? — Мне нет, не попадал пока. — А вы с Ревятами внутри коллектива не обсуждали, там, вот, про тебя там сегодня написали, ну, это же хороший повод травануть кого-то, да? — Ну, это бывает иногда, да, подшучиваю, но мы только в положительную сторону пытаемся это все привести. — Жень, скажи, пожалуйста, красивые финты, которые ты использовал на поле в матче с Енисеем, я имею в виду игру пяткой с последующей точной передачей, партнеру по команде, проброс себе на ход, где ты оставлял соперника смотреть на твой номер на спине, это твой креатив или это наигрывается на тренировке? — Ну, дословно, в данном случае. — Ну, как, отчасти, наверное, креатив, отчасти наигрывается на тренировках какие-то моменты, так что и то, и то все вместе, наверное. — То есть красивая игра, она, в принципе, как бы допускается, потому что я знаю, что многие партнеры и болельщики, и тренеры иногда предъявляют футболистам претензии, когда они пытаются сыграть эффектно, но не всегда это бывает эффективно, да? — Ну, это понятно, что ты, если пытаешься как-то сыграть пяткой... — Ты рискуешь. — Ты рискуешь, да, это должен быть, ну, на сто процентов уверен, что это, как бы, пройдет точно. — Что для тебя важнее, играть на команду или отличиться самому забитыми мячами? — Ну, мне кажется, тут любой ответит, что играть на команду. — Тем более, пока, я подчеркиваю, пока в активе Евгения Балякина не так много забитых мячей в составе нашей команды. — Да. — Евгений, скажи, как сильно, на твой взгляд, поменялась атмосфера в команде по сравнению с 2011 годом, и надолго ли ты планируешь задержаться в тайме? Напомню, что контракт, пока действующий контракт Евгения Балякина, он рассчитан до следующего года. — Да, я всегда говорил то, что и ребятам, всем, кто сюда собирался приходить уже после меня, когда разговаривали, то, что здесь всегда атмосфера очень дружеская, хорошая, не важно, как меняется состав или не меняется. Я в очередной раз сам в этом убедился, то, что и приняли меня очень хорошо, и особой атмосферой не поменялась. — А ты знаешь, почему? Потому что футболисты приходят и уходят, а персонал клубный, пресс-служба, медицинский штаб, административный штаб, они все остаются, и мы все вот таким образом храним вот эти вот самые традиции, из поколения в поколение пытаемся игрокам передавать. — Это же здорово. — Это хоть и шутка, но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Ну, а сейчас, если сравнить ту атмосферу, когда ты был первый раз, и стойка атмосферы, которая сейчас? — Ну, я думаю, как бы неприявлемо сравнивать, потому что ситуация разная. — Ну, конечно, да. Лиги разные. — Да. Даже не то, что лиги — это понятно, но все равно, как бы, тогда сейчас борешься за то, чтобы выйти, а тогда боролись за то, чтобы не вылететь, и как бы и серия была не очень удачная. — И настроение другое. — Да, и настроение другое. Так что, я думаю, сравнивать нельзя сейчас эти ситуации. — Как вам возвращение в Томск к местным болельщикам? Чувствуете ли поддержку трибуну во время матчей на стадионе «Труд»? — Да, чувствуется, конечно. Приятно очень, что до сих пор, как бы, помнят и поддерживают. И буду стараться. — А ты, кстати, чувствуешь, да, что к тебе вот такое особенно теплое отношение со стороны болельщиков? — Ну, особенно теплое оно бывает, когда хорошо играешь. — Ты видишь, с Красноярском тебя признали лучшим не только потому, что ты действительно очень хорошо играл, а еще и потому, что отношение хорошее. — Нет, это чувствуется, и я хотел бы поблагодарить болельщиков за это. Мне очень приятно. — Ну, вопрос, который задают постоянно всем нашим футболистам. Жень, назови свои любимые места в нашем городе, то есть конкретно, где с тобой можно случайно пересечься. Дорогие друзья, ну, с футболистами точно абсолютно можно пересечься на стадионе «Труд». Они там иногда бывают, особенно во время домашних матчей. И после матчей, как я уже говорил, вот такое общение, оно возможно, оно допустимо. Да, и футболисты наши с удовольствием на это вообще не идут. Ну, так что с местами-то? Где все-таки тебя можно увидеть, застать, рукой потрогать, если желание возникло? — Ну, в кинотеатрах, во всяких разных киномахстах, в «Зумрудном». Ну, да, в «Зумрудном». — Реклама в наши планы не входит, ну, в общем, в кинотеатрах. — Ну, нет, но где я бываю? — Часто, в общем, таким образом, коротаешь свободное время? — Ну, когда оно выпадает и не слишком устаешь, то можно сходить. А так редко я куда-то выхожу, потому что сейчас времени между играми очень мало. — Тем более, сейчас в среднюю неделю приходится играть. — Да, усталость накапливается, в основном провожу время дома. — Есть ли какой-то особый настрой в матчах «Затомь» у сибиряков? В частности, у тебя и Вани Вишнили, Темникова. Учитывая, что вы оба из братского сибиряки родом, задает вопрос болельщица, кстати. Есть ли у вас желание вывести на самый высокий уровень именно сибирский клуб и добиться именно с ним успеха? Вот такой вот конкретный вопрос. — Ну, настрой, я думаю, как бы именно, что мы сибиряки играем за сибирский клуб, это где-то оно уже внутри само уже происходит, автонастрой. То есть тут не надо дополнительно настраиваться. А желание вывести Томь на самый высший уровень есть, естественно, потому что... Ну, не могу ответить за Ваню, могу сказать за себя то, что этот клуб мне очень много дал в свое время даже за один сезон. Поэтому хочется как бы вернуть должок этому клубу. — Воспоминания о Казани спрашивают. Вот следишь ли за уступлением, кстати говоря, этой команды? — Ну, я... — Как-то переживаешь, болеешь за Рубин? — Ну, я живу в Казани, как бы, поэтому, да, я слежу за Рубином, как бы, и... Очень хорошие воспоминания, очень много хороших... — Правильно, парень в Лиге Чемпионов за Казан выходил. — Ну, очень много хороших матчей. В принципе, с хорошими людьми, с очень многим познакомился, поэтому стараюсь следить все равно за этой командой. Да, она мне не чужая. — Евгений, ты играл за сборную различных возрастных категорий и даже успел отметиться матчем за Россию-2. Нет ли у тебя внутреннего желания и какой-то дополнительной мотивации надеть футболку главной команды страны? Ведь совершить камбэк в футбол, в премьер-лигу и в сборную, о таком хоть книгу пиши. — Ну, я думаю, каждый ответит, что, конечно, хочется попасть в основную сборную. И просто для этого нужно работать и делать все, а так все зависит только от тебя. Так что будем надеяться, что вдруг это все случится. — Мы, во всяком случае, искренне тебе желаем, чтобы вот это состоялось в твоей жизни. Ну и вопрос, который все-таки нас вернет в футбольную национальную лигу. Совсем скоро, послезавтра мы уже играем в Челябинске против футбольного клуба Тюмень, которое, напомню, в предыдущем туре вот так вот взяли и грохнули на выезде футбольный клуб Тосна, который, несмотря ни на что, собирается все еще поиграть в переходных матчах. Что скажешь о будущем сопернике? — Ну, мы играли же с ними на Кипре в последний матч с Коку-ФНЛ. Хорошая команда, организованная, компактно играют. Будет тяжело, но... — И наверняка все-таки то, что было на Кипре, то, что мы видели на Кипре, то, что Тюмень представляет из себя сейчас, наверное, это все-таки не одно и то же. — Ну да, но я думаю, что если у них ничего особо не поменялось, то мы должны обыгрывать их. Будет тяжело, как тяжело сейчас с любой командой, но сейчас, может, после того, как мы наконец-то добились первой победы своей, сейчас почувствуем уверенность, тем более вернулись на второе место. Я думаю, должны выиграть и без всякой нервотрепки. — Женя, от лица всех томских болельщиков я прежде всего хочу тебя благодарить за то, что ты ответил на наши вопросы. И, конечно же, мы хотим пожелать тебе и, естественно, в твоем лице всей нашей команде, любимой команде. У нас другой нет команды, мы все за нее болеем и искренне желаем ей успеха. И удачи! — Спасибо. И вам спасибо большое за приглашение, за то, что выбрали лучшим игроком матча предыдущего. Болельщики, спасибо большое. Мы будем стараться радовать вас. — Играю лучше! Будем приглашать чаще! — Хорошо, договорились.